Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с различными аспектами изобразительного искусства и конкретно христианского изобразительного искусства. Ну и коль скоро мы с вами начали на предыдущей передаче разговор об иконописи, то, соответственно, следующая, то есть сегодняшняя наша лекция будет посвящена, наверное, одному из самых ярких образчиков иконописи, и иконописи именно восточно-христианской, а конкретно иконописи византийской. Но прежде чем начать, собственно говоря, разговор об изобразительном искусстве Византийской империи, мне хотелось бы предварить нашу лекцию несколькими словами вообще об истории этой страны. Вряд ли кто-то очень хорошо из наших слушателей знает историю этого государства, исчезнувшего с политической карты в середине 15 века, да и с исторической тоже. Но это государство в первых веках нашей эры играло весьма значительную роль и не только в политическом плане международном, но также и как центр, большой духовный центр, воплотивший в себе основу восточного христианства и как результат выдавший большое количество шедевров, опять-таки, изобразительного искусства. Плюс к тому, Византийская империя теснейшим образом связана на определенном этапе исторического развития и с историей Древней Руси. И, наверное, самый главный аспект тот, что основные исторические вехи Византийской империи напрямую совпадают с какими-то историческими периодами развития искусства, и в том числе искусства иконописи. Но, так что, как и я и обещала, несколько слов об истории Византии. Вообще, Византия – слово греческое. И, собственно говоря, это название Римской империи после ее объединения в 1470 году нашей эры. Название также иногда применяется конкретно к восточной части Римской империи. Между прочим, само название Византии или Византийская империя происходит по названию древнего города Византии, на месте которого римский император Константин I Великий в начале IV века нашей эры заложил новый город – Константинополь. Государство, собственно говоря, в позднейших трудах западноевропейских историков и исследователей получило такое название – Византийская империя. Однако название Византийской империи было присвоено этому государству уже после его падения в 1453 году. А сами же византийцы во время существования государства называли себя римлянами, по-гречески – ромеями, а свою державу, соответственно, – ромейской. Западные источники, между прочим, также называют иногда Византийскую империю романией. В течение большей части своей истории многие западные исследователи называли также Византийскую империю империей греков из-за большого господства греческого населения в этой стране. В Древней Руси Византийскую империю называли также греческим царством, а ее столицу – Царьграда. Столицей за всю историю Византийской империи всегда был город Константинополь. Сейчас вы видите достаточно древнюю иллюстрацию, миниатюру с изображением условного плана этого известнейшего города. Вообще Константинополь некогда был один из крупнейших городов тогдашнего мира. Наибольшие территории вся Византийская империя контролировала при императоре Юстиниане, но мы об этом еще подробнее поговорим. Однако с этого времени она постепенно утрачила земли под натиском варварских королевств и восточноевропейских племен. Этнический состав населения Византийской империи, особенно на первом этапе ее истории, был крайне пестрый. Это были и греки, и хирийцы, и копты, и армяне, и грузины, и евреи, и эллинированные малазийские племена, такие как фракийцы, и лирийцы, и даки. Сейчас перед вами герб Византийской империи. А, наверное, многие в этом гербе узнают и герб России. Действительно, двухглавый орел, как символ России, герб России, пришел к нам именно из Византийской империи. Но с сокращением территории самого государства Византии, это примерно VII век н.э., часть народов и племен оставалась за ее пределами. Однако в то же самое время сюда приходили и расселялись новые народы, скажем, готы, славяне, арабы, печенеги и половцы. В определенное историческое время, в VII-XI веках, в состав населения Византии входили этнические группы, между прочим, из которых в дальнейшем сформировалась итальянская народность. Но все-таки преобладающую роль в экономике, в политической жизни, да и вообще в культуре Византии, играло все-таки греческое население страны. Государственный язык Византии, какой же он был? С IV по VI век н.э. это был латинский язык, а с VII века по XV вплоть до падения Византийской империи основным государственным языком был греческий. Как же произошло основание такого государства, как Византия? Дело в том, что в 330 году н.э. римский император Константин Великий, сейчас вы увидите поближе его портрет, объявил своей столицей город Византию, переименовав его в Константинополь. Необходимость переноса столицы была вызвана прежде всего удаленностью прежней столицы, то есть Рима, от очень напряженных восточных и северо-восточных границ империи. Между прочим, организовать оборону из Константинополя можно было гораздо более быстро и эффективно, чем из Рима. Но также среди причин переноса столицы называют и религиозные предпочтения Константина. Он симпатизировал христианству и не очень любил Рим, где было еще сильно достаточно язычества. Окончательное же разделение Римской империи на Восточную и Западную произошло в 395 году н.э. после смерти императора Феодосия Великого. Главным отличием Византии от Западной Римской империи, или как ее еще называли Гисперсии, было преобладание на территории Византийской империи как раз греческой культуры. В последующие периоды различия все нарастали и нарастали, и через 200 лет эти два государства приобрели совершенно различные этнические и культурные черты. Византийская империя к 550 году достигла, пожалуй, своих вершин в экономическом и, наверное, территориальном плане. Однако вовсе не в культурном. В культурном плане Византия развивалась почти на всем протяжении своего исторического периода, и это мы сегодня с вами тоже исследуем на нашей лекции. В 518 году после смерти императора Анастасия на трон, в византийский трон, взошел начальник гвардии Юстин. Между прочим, он был выходец из македонских крестьян, и власть была весьма затруднительна для этого почти полуграмотного старика, если бы возле него не оказалось племянника Юстиниана. Перед вами портрет императора Юстиниана, впоследствии племянник Юстина стал также императором. Сейчас перед вами знаменитая мозаика из Равены, из церкви Сан-Виталий, датированная VI веком нашей эры Юстиниан в окружении своих приближенных. С самого начала правления Юстина, ну вот фактически у власти стоял его родственник Юстиниан, также уроженец Македонии, но получивший прекрасное образование и обладавший великолепными способностями. В 527 году он получает всю полноту власти и приступает к исполнению своих замыслов по восстановлению империи и упрочнению власти единого императора. Он добился союза с господствующей церковью. В 533 году армия под предводительством Велизария, военачальника Юстиниана, нанесла удар по государствам вандалов Северной Африки. Следующей целью стала Италия. Тяжелая война с Остгодским королевством продолжалась 20 лет и окончилась победой. Византии. Сейчас перед вами монета эпохи Юстиниана с изображением опять-таки этого императора. Вторгшись в королевство Весгода в 554 году, Юстиниан завоевал и южную часть Испании. В результате территория империи византийская увеличилась почти вдвое. Но эти успехи требовали слишком большого расхода сил, чем, собственно говоря, не замедлили воспользоваться персы, славяне, авары и гуны, которые, хотя и не завоевали значительных территорий, но подвергали разорению многие гемли на востоке империи. Но сейчас перед вами карта цветной выделенной области, завоеванной Юстинианом. И, собственно говоря, все, что цветное, это как раз завоевание и максимальный размер Византийской империи. Однако величие Византийской империи в середине VI века н.э. было куплено достаточно дорогой ценой. Экономика была значительно подорвана военными расходами, население обнищало, и преемники Юстиниана были вынуждены основное свое внимание обратить даже больше на оборону границ и перенести направление своей политики в основном на восток. Завоевания Юстиниана, к сожалению, оказались непрочными. И уже в конце VI века, начале VII, Византия потеряла очень много из завоеванных областей на западе, скажем, за исключением Южной Италии. В начале VIII века н.э. временная стабилизация вновь сменилась чередой кризисов. Это были и войны с болгарами, арабами, непрерывные восстания на территории самой страны. Однако период смут закончился в 1867 году, когда к власти пришел еще один преемник македонской династии. Вахилий I, македоняне. Перед вами миниатюра с изображением этого императора. Последующие византийские императоры Роман Лакапин, Иоанн Цемихский, Вахилий II, болгаробойцы. Все эти императоры обеспечили Византии почти 150 лет процветания и могущества. Была вновь завоевана Болгария, Крит, Южная Италия. Совершались успешные военные походы против арабов глубоко в Сирию. Границы империи расширились вплоть до Ефрата и Тигра. Армения и Иберия вошли в сферу византийского влияния. А император Иоанн Цемихский доходил аж до Иерусалима. В 9-11 веках большое значение для Византии приобрели контакты и с Киевской Русью. После знаменитой осады Константинополя киевским князем Олегом, она произошла в 907 году н.э., Византия была вынуждена заключить определенные договоры с Русью, конкретно торговой, которая способствовала развитию торговли по великому пути из варяг-греки. Но, в первую очередь, это было весьма взаимовыгодно и для русского государства. В конце 10 века Византия даже определенное время воевала с Русью, то есть отношения вступили в пору военных конфликтов. Я напомню, что киевский князь Святослав Игоревич воевал с Византийской империей за территорию Болгарии. Однако, все-таки Византийская империя оказалась сильнее, и Святослав Игоревич эту войну проиграл. При киевском князе Владимире Святославовичем, опять-таки, между Византией и Киевской Русью, был заключен снова мирный договор, и даже император византийский Василий II отдал свою сестру Анну замуж за киевского князя Владимира. В конце 10 века при князе Владимире, равноапостольным князем, причисленном сейчас к лику святых на Руси, так вот, как известно, было принято христианство по восточному обряду. Но вернемся к истории Византии. Для Византийской империи наступали опять достаточно тяжелые времена. И вот в 1204 году армия крестоносцев захватила Константинополь. После этого Византия распалась на ряд государств – Латинскую империю и Ахейское княжество. Все они были созданы на территориях, захваченных крестоносцами. После там были также небольшие государства, такие как Никейская, Трапезунская и Пирская империя. Вот они остались под контролем греков. Латиняне подавляли на территории Византии греческую культуру. Засилие итальянских торговцев мешало возрождению и византийских городов. Однако положение Латинской империи было весьма шатким. Перед вами герб Латинской империи. Дело в том, что ненависть местных греков и нападение на границы Латинской империи и Болгар сильно ее ослабили. Болдуин II, знаменитый император Латинской империи, проживал в Константинополе средства, которые были выпрошены некогда им у папы Людовика Святого. Он отбирал для своих каких-то военных нужд, для того, чтобы содержать гарнизон. Так вот, он отбирал украшения церквей, монастырей, занимал большие деньги у венецианских баракиров, которым предоставлял все экономические средства страны. Однако у него почти не было войска. И гарнизон Константинополя держали венецианцы. Да и само вообще существование Латинской империи зависело от того, придут ли в опасный момент европейцы, дабы ее спасти. И вот, собственно говоря, Латинская империя была пала. 15 августа 1261 года византийский император и в изгнании Михаил Палеолог разгромил Латинскую империю, торжественно войдя в Константинополь, объявил о восстановлении Византии и короновался в храме Святой Софии. Сейчас перед вами монеты с изображением этого императора Михаила Палеолога. Но восстановление Византийской империи, ее очередной небольшой расцвет был, к сожалению, недолг. Потому что с разных сторон и с разных границ непременно усиливалось давление на Византийскую империю турок-осман. Постепенно турки захватывали все новые и новые византийские провинции. И вот в середине 15 века остался лишь Константинополь. Неприступная цитадель, которая, пожалуй, воплощала на тот исторический момент в себе всю империю. Но и для Константинополя также близился конец. Ибо турецкий султан Махмед II, вступая на трон в 1451 году, твердо намеревался Константинополь взять. Сейчас перед вами будет портрет Махмеда II. Султан Махмед II, между прочим, считался преемником византийского императора. И даже принял титул «Казер Ирум», что значит «Цезарь Рима». В данный титул носили турецкие султаны до окончания Первой мировой войны. Но 5 апреля 1453 года турки начали осаду Константинополя. Это была известная неприступная крепость. Перед вами восстановлены стены Константинополя. Естественно, задолго свою историю они были в определенной степени разрушены. Но это не то, чтобы реконструкция, это реставрированные константинопольские стены. Вот сейчас так они выглядят, и вы можете их посмотреть, побывав в Константинополе. Ну и ныне этот город называется Стамбул. Итак, против колоссальной турецкой армии весной 1453 года. Она, между прочим, турецкая армия состояла примерно из 160 тысяч человек. Император византийский Константин IX Драгош смог выставить едва лишь 9 тысяч солдат, из которых, по крайней мере, половину составляли иностранцы. Тем не менее, несмотря на мощь турецкой артиллерии, первый приступ, 18 апреля он был, был отбит. Махмеду II, однако, удалось провести свой флот в бухту Золотой Рог. И таким образом поставить под угрозу другой участок укреплений. Однако штурм 7 мая опять-таки не удался. Но в городском валу на подступах к воротам Святого Романа была пробита брешь. И в ночь с 28 на 29 мая 1453 года началась последняя атака. Дважды турки были отбиты. И тогда Махмед II бросил на штурм Янычара. В то же самое время генуэзис Джустиан Лонга, бывший вместе с императором на стенах и сражавшийся с ним плечом к плечу, был серьезно ранен. Он был душой обороны и, к сожалению, был вынужден покинуть этот пост. Надо сказать, что это весьма дезорганизовало защиту. Император же продолжал доблестно сражаться, но часть вражеского войска овладела подземным входом из крепости, так называемым Кхиллопорта, и напала на защитников с тыла. Конечно, это был конец. Император Константин Драгош погиб на стенах Константинополя, защищая свой родной город. Но турки все-таки овладели городом, и в захваченном Константинополе начались грабежи и убийства. Более 60 тысяч человек было все то в плен. 30 мая 1453 года в 8 часов утра султан Махмед II торжественно вступил в столицу и приказал передать первым делом Центральный собор города, Собор Святой Софии в мечеть. Османская империя после этого двинулась на Европу. Но, естественно, первым делом султан Махмед II вошел в Большой Константинопольский императорский дворец. Он тоже был очень сильно разрушен турками, и от него остались лишь руины и несколько стен. Вот перед вами один из сохранившихся руинированных остатков Большого Константинопольского дворца. Вот так, совершенно трагическим образом, в середине XV века Византийская империя прекратила свое существование. Однако наследие ее было столь огромное, что до сегодняшнего дня и многие балканские страны, в том числе Россия, являются преемником византийской культуры, ну и отчасти Византийской империи в том числе. Ну а теперь уже мы перейдем конкретно к исследованию византийского искусства, которая развивалась, вступала в эпоху своего расцвета, и, к сожалению, вот так прекратила свое существование. Что же такое вообще византийское искусство? Это очень широкое понятие, оно характеризует вообще особое творчество, имеющее и свои цели, и какие-то свои законы развития. Между прочим, византийское искусство, вот как я уже сказала чуть-чуть ранее, оно не замыкается в границе одного государства. Оно вообще не синонимично понятию Византия. Дело в том, что византийским искусством можно назвать и искусство Древней Руси, и славянские государства Балкана, и православного Кавказа, и Закавказья. То есть, иными словами, византийское искусство создавалось, развивалось и жило в пределах очень большого, обширного культурного ареала. Единственное, что этот культурный ареал был объединен общей религией и общими конфехиями, конкретно восточным обрядом христианства. В произведениях византийского искусства в первую очередь превалирует отнюдь не художественный образ, а богословская идея. И может быть, это коренное различие как раз восточного христианского искусства византийского от западного латинского. Перед вами одна из древних византийских икон «Блахерц Божья Матерь». Огромную роль в утверждении права на символическое миросозерцание византийцев сыграло и мистическое богословие. Как же вообще происходило создание тех культурных и эстетических основ? В первую очередь считалось, что икона, она одно из, наверное, главных художественных произведений, которые возникли на территории Византийской империи, как раз иконы и иконопись. Это, скажем, был своего рода воплотившийся образ Христа, воплотившийся образ святых, и благодаря своей вещественности служили особым образом доказательства бытия Божия. Но кроме иконописи в византийском искусстве достаточно большое значение придавался и храм. Сейчас внутренний вид святой Софии. Вообще византийский храм тоже мыслился как материализованный, то есть видимый, слышимый, даже обоняемый образ неба на земле, небесного Иерусалима. И вот совершаемая в нем литургия, то есть последовательность священно действием, особым характером жестов и одеянием клириков, все это воспроизводило ангельское служение у небесного престола и одновременно показывало очень зримо события евангельские истории. Вот такое соответствие образа, прототипу, точности его содержания закреплялось особым иконографическим каноном. И вот сейчас пару слов еще об иконографии. Поскольку мы говорим с вами об иконописи, наверное, многие, кто хоть как-то знаком не только с византийской, но и с русско-православной иконописью, наверняка замечают, что иконы никогда не пишутся по какому-то своему разумению художникам, иконописцам, но они всегда опираются на определенные каноны, скажем, изображения. Или спаситель, или определенного святого, либо определенной евангельской цены, они в определенной степени похожи друг на друга, ну, естественно, различаясь в определенной степени какими-то деталями, цветом, размером иконной доски, но в то же самое время у них есть определенная основа. И вот эта основа называется иконографический канон. Что же вообще такое иконография? Ну, этот термин происходит от двух греческих слов, икон, икона, что значит образ, и графа, что значит пишу. Между прочим, такое словосочетание, как иконографический образ, встречается уже в очень-очень ранних трудах. Но вообще правильность описания и написания какого-либо святого требуется, в первую очередь, для безошибочного отождествления образа вот с определенным святым. И, собственно говоря, иконография – это есть некий закон. И этот закон, ну, в чем-то можно сравнить с правилами орфографии и пунктуации языка, поскольку правила орфографии служат для того, чтобы записывать наши мысли, и они были бы понятны всем без исключения владеющим тем или иным языком. Вот точно так же иконографический канон – это свод особых законов и правил, благодаря которому любой верующий человек может понять, что изображено на иконе. И уже вот в самом начале развития византийского искусства были сформулированы эти основные типы иконографического канона. В этом, может быть, в следовании определенному канону, в каноничности иконописи заключен и определенный парадокс всей византийской живописи. Дело в том, что на протяжении своего исторического развития византийская иконопись, в целом, придерживаясь определенных канонов, она развивалась скорее больше технически, нежели с точки зрения эстетической красоты, поскольку они, каждая икона в каждом определенном этапе, сделанная по одному и тому же канону, она несет не только, естественно, этот маленный образ, но и с чисто эстетической точки зрения. Там нельзя поставить более ранние иконы на более низкую ступень, чем, скажем, произведения, созданные в эпоху ближнюю к нам. Скажем, если при рассмотрении европейской, просто уже светской живописи, иногда можно сказать, что вот что-то такое изобретается, какая-то новая техника в живописи, но, естественно, самые первые образцы, они, может быть, не блещут техническим исполнением и эстетическим в том числе. Потом художники, наращивая опыт, создавали очень больших высот. В иконописи, поскольку каноны были выработаны сразу, этого не было. То есть там сразу в рамках определенного канона произведение создавалось с максимальной точностью, с максимальной художественно-эстетической выразительностью. Между прочим, очень большое значение в создании и в укреплении каннографического образа сыграли такие работы известного очень и подвижника, и святого Иоанна Дамаскина. О нем мы сейчас пару слов с вами скажем, поскольку был такой очень интересный период в истории развития византийской иконописи, как иконоборческий, когда иконы отрицались. И вот Иоанн Дамаскин как раз был, наверное, одним из тех столпов, который утверждал, что все-таки иконопись важна. Вот сейчас будет перед вами иконный образ, то есть иконы с изображением этого святого. Он жил в самом конце 17-го, в начале 8-х веков до нашей эры, носил наследственное прозвище Мансура, что значит победительный. Его отец Сергий служил при дворе халифа в Дамаске. Ну вот, собственно говоря, Иоанн Дамаскин, его фамилия, условно говоря, происходит по месту его рождения. И вот его отец был сборщик подати, мытарь. Впоследствии Иоанн также служил на этой должности, но учился вместе с другими людьми и в 736 году принял пострижение в монастыре святого Савы близ Иерусалима. Оставив светскую работу, подвязавшись на поприще монашества, он стал известен не только как святой подвижник, но и как крупнейший систематизатор вообще всего христианского вероучения. Ему принадлежит фундаментальный труд, источник знаний. Включает в себя три философских трактата. Диалектика, обличительный трактат о ерихах и догматический. Точное изложение православной веры. Этот догматический раздел до сегодняшнего дня используется в качестве основы в христианском православном вероисповедании. В период иконоборчества он вступал в защиту почитания икон. Он автор трех защитительных слов в поддержку иконопочитания. И, между прочим, иконоборцы четырежды приговаривали Иоанна Дамаскина к анафеме, то есть к проклятию. Но все-таки Седьмой Вселенский собор подтвердил верность его учения. Но вернемся к историческому развитию иконописи на территории Византийской империи. И надо сказать, что на территории Византии отсутствовали памятники катакомбного искусства, подобные раннехристианским памятникам на территории Римской империи Гисперсии. Собственно говоря, поэтому раннехристианский этап в истории развития византийского искусства можно начать с IV века н.э. По-другому этот период иногда называется прото- или предвизантийский. В 313 год основание Константинополя, в 330 был легализован статус официального христианского искусства. Все это обеспечивало и художников, и других деятелей искусства государственными заказами. Однако в IV веке лишь шла выработка каких-то основных содержаний и эстетических запросов византийского иконного образа. По сути, искусство IV-V веков – это лишь подготовительный этап, на протяжении которого еще художественные христианские памятники Восточной и Западной империи достаточно близки между собой. Икон почти не осталось. И как пример достаточно раннего византийского искусства я вам хочу привести ларец V века н.э. Резной ларец. Называется он «Страстной цикл». Перед вами распятие. Существенные перемены в византийском искусстве, однако, происходят в VI веке. К 500 году империя на Западе прекратила свое существование, то есть Западная Римская империя, а в Византии как раз начинается блистательная эпоха Юстиниана. И как раз Византия, наверное, показала весь свой потенциал. В столичном искусстве юстиниановского времени, пусть на недолгий срок, но вполне органично начинают сочетаться. И христианские образы достаточно возвышены, и в то же самое время еще осталось что-то от античного искусства. Вообще искусство VI-VII веков, византийское искусство, принято обычно рассматривать как весьма целостный этап византийского художественного творчества, противостоявший, следовавший за ней эпохе иконоборчества. Однако насыщенность этих двух веков, VI и VII, памятниками иконописного мастерства достаточно неоднородна. В VI веке вроде бы больше памятников, а вот VII век вовсе не способствовал сохранению прежней интенсивности художественной жизни. Вдобавок, немалое количество памятников было уничтожено иконоборцами, но об этом чуть-чуть попозже. Но все-таки к VI веку относится появление первых почитаемых в Византии маленных образов. Источники даже сохранили описание. Это был спаситель Камулянский и Эдесский. То есть это были уже иконы. Считалось, что эти иконы не были написаны рукой художника, но были явлены самим Господа. И, соответственно, это были такие очень чтимые святыни. Однако из икон, написанных рукой человека до наших дней, дошли замечательные памятники VI-VII веков нашей эры. Это иконы, происходящие из Хиная. На Хиная есть такой замечательный монастырь Святой Екатерины. Он существует до сегодняшнего дня. И вот в Византийской империи это был мощный очаг культурной жизни. И достаточно много икон, сохранившихся до сегодняшних дней, византийских, как раз, относятся к Синайской обители. И, наверное, самыми замечательными иконами того периода являются иконы инкаустические. То есть написаны с помощью инкаустики. Инкаустика, я напомню, это живопись восковыми красками. И, наверное, самой известной иконой является образ Христа Апантократера. Сейчас он будет на ваших экранах. Вот он. Этим же временем, ну, примерно VI-VII веками нашей эры, датированы и другие замечательные инкаустические иконы с изображением святых. Это и Богоматери, и апостолы Павла. И все они происходят из монастыря Святой Екатерины на Синае. По ним можно проследить широту диапазона ранневизантийского священного образа. От идеально отвлеченного до портретно-конкретизированного. А сейчас я хотела бы вам представить ряд ранневизантийских икон VI-VIII веков нашей эры, которые также происходят из монастыря Святой Екатерины на Синае. Однако не просто показать вам эти древние лики, но показать их под древневизантийскую музыку. До сегодняшнего дня дошли в определенной степени древние распевы, которые исполнялись на богослужениях в то далекое время Византийской империи. Итак, Синайские инкустические иконы. Синайские инкустические иконы. Синайские инкустические иконы. Но такой период в истории развития византийской иконописи, к сожалению, раз закончился. И закончился весьма необычными потрясениями как раз в области богословия. И этот богословский кризис принято называть в истории развития византийской иконописи иконоборческим периодом. Интересное такое явление. Иконоборческий период, между прочим, имеет достаточно четкие временные границы. Это 730 год нашей эры и закончился он в 842 году нашей эры. Как еще иногда называют период иконоборчества историки-искуссоведы, это период темных веков. Вообще, что такое сам термин иконоборчества? Еще иногда называют иконоклазм. Происходит от двух греческих слов. Опять-таки, эйкос икона и клазм, то есть разбивать. То есть это религиозное движение в Византии в 8-9 веках нашей эры, направленное против почитания икон. Дело в том, что иконоборцы считали священные изображения идолами. Ну, вот как древние античные скульптуры, скажем. Идолы же, да? А вот культ почитания икон попросту считали идолопоклонством, сцеплаясь на ветхозаветные заповеди. Скажем, не сотвори себе кумира и никакого изображения того ни на небе, ни вверху, ни поклоняйся и ни служи им. И вот, основываясь на определенных иконоборческих течениях, в 730 году император византийский Лев III Исавр, сейчас вы увидите монету с изображением этого императора, запретил почитание икон. Результатом иконоборчества стало уничтожение тысяч икон, мозаик, фресок, статуй святых, расписных алтарей и витражей во многих-многих храмах. Преувеличенные формы иконопочитания навлекали на христиан упреки в идолопоклонстве, особенно со стороны мусульман, которые в это время не только энергично распространяли свою враждебную всякому иконопочитанию религию, но и требовали от подвластных себе христиан прекращение поклонения иконам. Папа Григорий II отказался подчиняться требованиям императора и объявил иконоборчество ересью. В такой же политике, между прочим, держался и его преемник Григорий III. Константинопольский же патриарх Герман смело обличал льва в ереси, но император наставил все-таки, чтобы Константинопольский патриарх подписал эдикт против икон. Однако Герман ответил отказом и, собственно говоря, сложил себя патриаршей полномочия. На Востоке очень сильным противником иконоборчества в этот период как раз был святой Иоанн Дамаскин, но о нем мы уже несколько слов сказали. Несмотря на такую сильную оппозицию со стороны римского папы и со стороны своего собственного константинопольского патриарха, а также среди апологетов христианского вероучения, все-таки лев, опираясь в первую очередь на войско и также на придворную аристократию, которые составляли главный оплот партии иконоборцев, как еще называли партию иконоборцев, иногда икономахов, иконокластов и иконокаустов, то есть это сожигатели иконы, сокрушители и противники иконопочитания. Вот во всех этих людях лев III находил поддержку, между прочим, и в некоторой части духовенства. Иконоборчество было официально признано на так называемом иконоборческом соборе, который произошел в 754 году при поддержке следующего императора Константина V Капронима, который весьма сурово ополчился против иконопочитателей, особенно против монахов. Желая, наверное, более провести иконоборческие идеи, и подготовив к этому в определенной степени умы народных собраний, Константин в 754 году созвал во своем дворце в Иерии на Азиатском берегу Босфора еще один большой собор. На нем было собрано аж 300 епископов, но, однако, не было ни одного представителя патриарших кафедр. Но епископ, если посмотреть должностное распределение в христианской церкви, то епископ стоит гораздо ниже патриархов. И здесь, на этом соборе в 754 году было утвердено, что восстанавливать образы святых посредством материальных красок и цветов есть дело бесполезное, праздное и даже богопротивное и дьявольское, и что вместо того следует заботиться о подражении на деле святын, добродетели которых лишь должны служить как бы одушевленными иконами. Собственно говоря, такое утверждение было принято, и иконоборчество вступило в фазу своего расцвета, если можно так сказать. Но все-таки храмы же строились в этот период, и как же они украшались? До наших дней дошло определенное количество храмов с древними иконоборческими росписями, вернее, иконоборческого периода. Стены были весьма просты, не было никаких образов святых, ни фресок. Однако все-таки изображение креста на стенах соборов и храмов оставалось. Вот сейчас перед вами одна из таких подобных церквей, церковь святой Ирины в Константинополе. А вот еще один пример древней фресковой росписи иконоборческого периода. Дело в том, что орнаментика как раз оставалась, и вот стены храмов могли покрываться и такими орнаментами. Но после этого собора, знаменитого иконоборческого в 754 году, начались гонения и на определенных представителей монашества. Например, на святого Стефана Нового. Но, по-видимому, император Константин преследовал не только иконопочитателями, но и в целом весь институт монашества как таковой. Благодаря этому усиливалась эмиграция греков, они бежали главным образом в Южную Италию и на северное побережье Черного моря. Несмотря на усиление оппозиции, в которых встречались уже и высокопоставленные светские лица иконоборчества, держалось вплоть до смерти Константина. И даже в царствовании его сына, более умеренного, но в плане иконоборчества, императора Льва IV. Но только в регенстве, во время регенства супруги Льва IV Ирины, дело в том, что сам император умер, а за малолетством вместо сына регентом была императрица Ирина. Сейчас вы видите изображение ее на монете. Так вот, партия иконопочитателей, которая, надо сказать, находилась в сочувствии императрице, так как и вообще в большинстве знатных женщин, одержала веру. И таким вот образом при поддержке вдовы Льва IV в 787 году состоялся новый собор, никейски утвердивший догмат иконопочитания и отменивший решение предыдущего собора, лишив последнего статуса Вселенского. Не должен оказывать иконам преклонение, приличествующее только Богу, но иконы подобало чтить совершенно так же, как и святой животворящий крест, который, надо сказать, не отвергался иконоборцами. На соборе никейском было поставлено, что подобало прикладываться к иконам, преклонять перед ними колено, воскорять фимиам и выжигать свечи, обращаться к ним с молитвой. Императоры, правившие после императрицы Ирины, это Никифор I и Михаил I, также придерживались иконопочитания. Однако сокрушительное поражение, именно военное поражение одного из бизантийских императоров Михаила I при войне с болгарами в 813 году привело к тому, что на престол взошел новый император Лев V Армянин. Этот император восточного происхождения, надо сказать, придерживался более резких взглядов. Вот сейчас манится опять-таки Льва V. И вот при нем вновь было возоблено иконоборчество. И вновь было принято решение собора 754 года. Таким образом, иконоборчество вступило во свою вторую фазу, свой период. Сломив деятельную весьма оппозицию духовенства, константинопольского патриарха Никифора, и также особенно Федора Студита, еще один святой, весьма резко отзывался об иконоборцах. Лев V Армянин вновь отменил постановление Никейского собора и созвал опять-таки свой собор. Но об второй фазе иконоборчества, и как же наконец этот период в истории развития Византийской империи закончился, наступил вновь в расцвет византийской иконописи уже более позднего периода. Мы с вами поговорим уже в нашей следующей передаче, а на сегодня время нашей лекции истекло. До свидания.